Привет, друзья! Вы на канале Лид Клуб. Читаем краткое содержание романа «Селлинджера над пропастью воржи». Текст с сайта «Две минутки.ру». Читает Юлия. Роман начинается с воспоминаний главного героя Холдена в лечебном учреждении о своей молодости, а именно с того, как он ушел из школы и как к нему пришло понимание. Холден – это 17-летний молодой человек, который не видит ни в чем перспективы ни в учебе, ни в жизни, ни в общении со сверстниками и учителями, но все же ищет себя. За неуспеваемость в старшей школе Холдена отчисляют и тем самым еще больше убеждают его в надуманных мыслях о том, что все плохие и хотят только зла. Выгнали со школы его не просто так. В школе он завалил все экзамены, пререкался со всеми преподавателями и был первым претендентом на вылет. Но Холдену было все равно, потому что это была не первая школа, с которой его отчисляли. Каждый раз, уходя, он говорил «Все здесь липа и на показ. Я не желаю быть марионеткой». Взрослые и сверстники вызывали в нем чувство отвращения до тошноты, а последний день в спецшколе был самым конфликтным. Типичное выражение «меня никто не понимает» являлось смыслом жизни. Еще до отчисления он ссорится со своим другом, который просил помочь ему написать легкое сочинение. Конечно, Холден помог ему, но написал его в своем черно-белом стиле, за что и получил по лицу. Так драки в последнее время возникали неоднократно, например, из-за девушки, которая нравилась обоим. Уход из учебного учреждения стал переломным моментом. Теперь он закрывается перед миром еще больше и начинает открыто выражать свое негодование ко всем и вся. Он все реже и реже приходит домой и, наконец-то, уходит жить в отель. В отель он едет на такси, где говорит таксисту свою излюбленную фразу. «Интересно, куда деваются утки в центральном парке, когда пруд замерзает?» Таксист удивляется вопросу юноши и думает, что он просто над ним насмехается и не обращает внимания на молодого человека. Холден заселяется в отеле. Вернуться, может быть, домой хотелось, но страх быть осужденным родителями останавливает юношу. Жизнь в скитании не проходит без приключений. Он скитается по ночному городу один в своих думах и мыслях. Заглянуть в ночной клуб не удается в силу своего юного возраста. Зато любимый бар старшего брата становится его пристанищем. Некоторое время спустя он встречает свою знакомую с каким-то моряком. Ее вульгарность настолько раздражает его, что главный герой старается поскорее уйти. Вернувшись в отель и наслушавшись предложения об интимных услугах гостиницы, герою хочется лишиться невинности. Холден заказывает ветреную девушку, но с ее приходом передумывает. Ему хочется поговорить с ней о жизни, но ее это не интересует. Девушка просит деньги, но Холден разворачивает очередной конфликт и покидает отель. Все свои вещи юношам приходится сдать в камеру хранения и начать жизнь бездомного. Единственным светлым пятном является его девушка Салли, которую он приглашает в кино. На сеансе он раздражается и от фильма, и от Салли, а сводив ее после кино на каток, ссорится с ней окончательно, так как там герой рассказывает ей о своей ненависти к окружающему его миру. Он хочет взять машину и колесить по всему миру вместе с ней, но девушка оказывается очень рассудительной, несмотря на свой возраст. Она понимает, что они еще совсем дети, и сообщает об этом главному герою. Он оскорбляет и унижает свою возлюбленную за ее суждения. Салли уходит от него, и он пускается во все тяжкие. Но с кем бы он ни встречался, все были ему ненавистны. С каждым днем, с каждой секундой, все больше и больше разочаровывается он в людях, проявляя сочувствие только к самому себе. Опять гуляя по ночному городу и находясь в своих думах, он напивается и просит прощения у Салли. Незаметно он доходит до Центрального парка, и, посмотрев на пруд сутками, его одолевает тоска. У юноши соскальзывает с рук пластинка, купленная накануне для своей младшей сестры, и разбивается. Он собирает осколки и направляется с ней домой. Дома родителей не оказалось. Он торжественно вручает сестренке осколки и просит денег взаймы. Сестра Фиби хоть и является еще совсем маленьким ребенком, но все же понимает своего брата с полуслова. Холден часто разговаривал задушевно с ней, и в этот раз он рассказал о своей мечте. «Я представляю, как маленькие ребятишки играют в огромном поле, во ржи, в поле тысячи малышей, а кругом ни души, ни одного взрослого. Мое дело – стеречь ребятишек для того, чтобы они не сорвались с пропасти у поля». Взяв деньги у сестры, он уходит к преподавателю переночевать. Наставник пытается дать ему ряд полезных советов, как строить отношения с окружающим миром. Но Холден слишком устал, чтобы воспринимать разумное суждение от старого преподавателя. Ночью, проснувшись от поглаживания по своей голове учителем, он срочно покидает его дом. Свою ночь приходится провести на вокзале, и в тишине приходит осознание, что он ошибся насчет своего учителя и свалял дурака перед ним. От этого приходит раздражение к себе, которое становится невыносимым. Именно в вокзальной тишине, когда он думает, как жить дальше, к нему приходит решение уехать на запад и там начать все сначала. Он пишет сестре об этом и просит прийти в условное место для того, чтобы попрощаться. Однако сестра приходит с чемоданом и говорит, что тоже поедет с ним. Она начинает рьяно говорить о том, что ненавидит все и вся. Сестра вольно-невольно показывает тем самым его самого. Она говорит, что ей жизнь надоела, и все ее раздражает. Страх за Фиби и ее детское непослушание возрождают в нем здравый смысл. Холден начинает мыслить в правильном направлении, неожиданно для себя забыв о своих отрицаниях. Он проявляет благоразумие, ответственность и убеждает сестру отказаться от своего намерения. Юноша уверяет ее, что сам никуда не едет. Он обнимает свою маленькую сестренку и идет с ней гулять в парк на карусели. Роман заканчивается тем, что повзрослевший от своих приключений и от слов маленькой девочки Холден стоит около карусели, на которой катается его маленькая сестренка и наслаждается этим моментом.